ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ах! Пидор Привет Здарова, Винни. Помнишь, я обещал обзор на твой сериал сделать? Короче, тут накладочка небольшая вышла. В общем, у меня не получается. Винни? Винни? Винни, алё? Ты обещал. Ты обещал Тома и обещал мне. Да знаю я, знаю. Ну блин, есть другие дела. Какая наху разница? Ну и то верно. Ладно, сделаю я обзор на твой сериал. А ты чё такой на взводе? У меня день не задался. Ну понял, понял. Ладно, потом расскажешь, я пойду пока видосом твоим займусь. Ну а ты это, пойди там чику попей. Слышал вы англичане, поэтому встреваете. Сука! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин, и у меня есть одна суперсила. Хотя... Относительно, конечно, супер. Я практически всегда пропускаю годные сериалы мимо глаз. Например, холистическое агентство Дирка Джентли, та же Тьма, и вот как оказалось ещё... Галяк! Знакомьтесь, Винни, Дилан и Компашка их друзей. Простые ребята, живущие в тихой глубинке и промышляющие мелким криминалом. Это Дилан, мой лучший друг ещё со школы. Эшли Деннингс и Лэсли Тик. Этот пиздюк не очень умный, но мы его всё равно любим. А Эшли – полная противоположность. Он из семьи цыган. Может мгновенно включить режим Берсеркера, и это бывает весьма кстати. А это я, Винсент Унил. Говорят, у меня биполярка. Я живу в лачуге, в лесу, а ещё и лысея, будто и без этого проблем мало. Джей-Джей. Джихан Джованни. Работает механиком, специализируется на угнанных тачках. Это Эрин. Та ещё оторва. Трахалась со всеми подряд, в итоге залетела и после этого взяла себя в руки. Томо. Красивый, хитрый, поехавший. Держите своих сестёр от него подальше. Проще сказать, растят что нельзя, воруют то, что плохо лежит, делают то, что не положено, огребают за это и продолжают это делать. Пока Дилан не решает завязать и уехать вместе с любимой. Само собой, до этого ребята наворотят ещё кучу всякой херни, которая начнётся с одного украденного пони. А вот как всё это закончится, вы узнаете в сериале. Галяк. Что будет, если к истории про простых пацанов с района приложат руку толковые люди? А на главных ролях будут актёры хоть и не первой величины, но всё же люди, умеющие играть. Правильно-правильно получатся реальные пацаны здорового человека, которых и быдлом-то назвать язык не повернётся. В отличие от того, что снимают у нас. Думаю, не я один влюблён в работы Гая Ричи. Такие как, например, «Карты. Деньги. Два ствола», «Джентльмены» или «Большой куш». Да и, пожалуй, все криминальные фильмы Гая – это единственные представители жанра, которые мне по душе. Хотя, в целом, жанр не особо для меня. Так вот, Гая Ричи не имеет никакого отношения к этому сериалу. «Я солгал. Я всем вам солгал». Всё же имеет. Но имеет отношение посредственное. Потому что создатели сериала со стопроцентной вероятностью вдохновлялись его фильмами. И вдохновлялись не так, как в России вдохновляются чем-то чужим. «Защитники». В данном случае видно, что вдохновлялись они с любовью. Персонажи, истории, обстоятельства, манеры – всё это передано на высшем уровне. Я даже специально проверил. Имя Гая Ричи нигде не фигурирует в создании сериала. Хотя, всё выглядит так, как будто это спин-офф «Большого куша». Кстати, если кто пропустил, то у «Большого куша» уже есть свой одноимённый сериал 2017 года, который также великолепно передаёт дух оригинала. Вообще, эти сериалы можно смотреть один за одним, и как такового перехода вы не почувствуете. Только в сериале «Большой куш» лично для меня главной звездой был Руперт Грин, более известный как Рон Уизли. А в «Галике» на первом плане Джозеф Гилган, он же Руди из «Отбросов». И если вам нравился Руди, то радуйтесь. Гилган перенёс его лучшие черты и манеры в «Галяк». Да и озвучка «Кубик в кубе» очень сильно помогает атмосфере. Сам же актёр сказал, что эта роль для него в некотором смысле автобиографическая, так как он, так же как и его герой, страдает биполярным расстройством. Да и ко всему касту в сериале у меня в целом претензий нет. Ребята отыгрывают просто на все сто. И видно, как им хорошо в своих ролях. Конечно, я понимаю, что далеко не мне судить актёрскую игру. Но лично я верил в происходящее на экране. Переживал, радовался, волновался вместе с персонажами. Порадовало меня и то, что здесь нет однобоких персонажей-пустышек. Все они в той или иной мере раскрываются по ходу дела. Также к однозначным плюсам можно отнести и музыкальное сопровождение сериала. Вы практически не встретите скучных ноунеймовых серых песен. Все эти треки вы знаете и любите. А если и не знаете, то точно где-то слышали. И они как нельзя точно подходят под те или иные моменты. Так что без хорошей музыки вы не останетесь. Что можно сказать про юмор? Скажем так, если вам нравился юмор в тех же отбросах, то и здешние шутейки для вас. Они как раз по ветру стояли. И чё? Обдолбались нахуй. Их доить надо, а куда им теперь? Молоко-то порченное. Я же его продать не смогу. Народ же теперь с тарелки хлопьев упорится. Ну а если вы не смотрели отбросов и не понимаете о чём я, то блин бегите смотреть. Это один из тех сериалов, который должен если и не полюбить, то хотя бы посмотреть каждый. И обязательно в озвучке кубик в кубе. Ну ладно, если вкратце, то тут вас будут ждать такие же саркастические шутки, подколы и забавные, но всё же философские мысли. Само собой тупой юмор и гэги, которые мы так любим, никто не отменял. Смотри вон там. Опять жопу им показывает. Нахуя он это делает? У него ж трёмная жопа. Но однозначной комедии сериал не назовёшь. Серьёзных моментов в нём также хватает. И я так думаю про британские красоты деревенской глубинки и рассказывать не надо. Скажу просто и банально. Виды в сериале настолько красивые и спокойные, без быстрых шумных городских ритмов завораживают настолько, что сразу после просмотра охота собрать вещи и уехать туда. Блин, мне кажется у меня эти чувства возникают после просмотра каждого норвежского или английского сериала. И как я и сказал в начале, иногда я пропускаю довольно годные сериалы. Но в этом есть свой плюс. Например, в том, что у сериала есть уже два полных сезона. И готовится третий. Правда на момент записи этого ролика озвучка кубиков есть только у первого сезона. Но на днях, насколько я слышал, должна появиться и у второго. Который я собираюсь смотреть сразу же, как только она появится. Так и что же у нас по итогу? Если вам по душе забавные криминальные истории, истории простых парней, выживающих как придётся, и просто годный саркастический юмор, то сериал для вас. И если же мимо по всем пунктам, то смело пропускайте. Ну а на этом у нас всё. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился данный ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдёте ссылку на просмотр сериала, а также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу ВК, Инстаграм, Васт и канал Твич. В котором, когда наберётся хотя бы подписчиков 10-15, мы будем вместе смотреть кино и сериалы, аниме, мультфильмы и всё, что вы захотите. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Смотри, какая елда! А ты не знал? Что, конечно, не знал. А ты знал? Конечно. Откуда? Просто знал.